Ты сейчас в Волгограде, и у нас есть видео. Что это? Это... Это скульптура... У нее особое название, но вообще это мать Россия. Она стоит на Мамаевом кургане. Вот скульптура женщины с погибшим ребенком. И дальше снова мать Россия. На самом деле она смотрит на Волгу, то есть на всю родину. Она направила свой жест в ту сторону, где были немцы. И криком призывает Россию выйти на защиту родной земли. Этот Мамаев курган. Место двухсот дней непрерывных боев. Наиболее кровопролитных боев за господствующую высоту над городом Волгоградом, который назывался Сталинград. Бои за Мамаев курган были одними из самых важных в Сталинградской битве. Немцы захватили весь город, кроме небольшой полосы земли, которая в самом широком месте составляла 200 метров. Это памятник защитнику Сталинграда. У памятника нет ног. Это символизирует приказы, которые отдали русским. Стоять насмерть. Ни шагу назад. И потому нет ног. Они погибали, но стояли. Дом Павлова держался 58 дней. 30 солдат со всех концов Советского Союза удерживали его от натиска нацистов. Степень героизма и самопожертвования просто невероятна. Я не отправил видео с перечисленными именами погибших. Не просто погибших, а опознанных погибших. Значительно меньше, чем число всех павших. Ты же знаешь, люди приходят к мемориалу погибшим во Вьетнаме, где выбито 58 тысяч имен, и люди потрясены этим. Стена с именами в Волгограде просто бесконечна. Количество пожертвовавших собой непостижимо уму. Это мать, а вода в этом пруду, ее слезы. Вот так. У меня была возможность пойти туда ночью, посмотреть на статую. Представьте, какая она огромная. Она просто гигантская. Этот гигант нависает над вами. Она колоссальна. Она олицетворяет масштабы жертв, принесенных как советской армией, так и жителями Сталинграда. Когда немцы начали эту битву в августе 23-го, кажется, они направили 400 самолетов. Было воскресенье, и люди занимались тем, чем обычно заняты горожане. И немцы начали уничтожение города. Уничтожение, я говорю в буквальном смысле. Они убили 40 тысяч людей в один день. Такое число большинству сложно постичь и остаться в себе. Так началась битва. И до 2-го февраля 43-го года, когда здесь, недалеко, неподалеку от гостиницы, где я остановился, генерал Паулюс прятался в подвале, откуда командовал своей 6-й армией. Он-то на самом деле сдался в конце января. Просто русские раскололи немцев на две части. И с северной частью связи не было. И через несколько дней те сдались, 2-го февраля. И тогда битва окончилась. Это был поворотный момент. Оставалось еще много боев. Это был момент, когда немцы выдохлись, а советские войска восстановились. Словом, так. Большинство американцев нужно это увидеть, прежде чем нельзя понять Россию и русских сегодня, пока ты не поймешь войну. Мы говорили раньше о Дне Победы. И что делает его стогособенными? Такие битвы. Миллионы людей, отдавших жизнь в этой борьбе. Это весьма глубоко в России. Я хочу сказать, что немцы зашли далеко. И следующее, что ты осознаешь, это толпа немцев собиралась рвануть на ту сторону Волги. И родина-мать призвала людей на защиту. И помните, эта огромная страна полна очень патриотичных людей, которые не ищут драки. Но если вы их вынудите, то родина-мать, только разозлите ее, и она поднимет народ. Посмотрите на этот монумент. Она в гневе. Ты упомянул День Победы, и когда мы последний раз о нем говорили, ты сказал кое о чем, что должны услышать все. Тогда я был не готов, но сейчас я подготовился. Запись не с репетиции, а с самого парада. Ты говорил, это должны услышать все. Пусть услышат. Спасибо Остину Райану за то, что добыл для нас эту запись. Впечатляюще. Интересно, каково это в окопах, когда на тебя такое надвигается. И они абсолютно искренне. Это исходит от их сердец. Я из корпуса морской пехоты, у нас тоже есть свои подобные речевки и звуки. И мы искренне их произносим. Но мало кому захочется быть на нашем пути. И если на тебя бежит толпа морпехов и издает странные звуки, беги. Потому что мы сметем тебя. Но я твердо верю в то, что эти мужчины и женщины, которые служат своей стране, когда они кричат, это не актерская игра. Они это делают не ради того, чтобы устроить людям шоу. Они искренне. Это черта этой страны. И они вполне серьезны. Они не ищут конфликта. Это важнейшая вещь, которую людям необходимо понять. Эти люди не ищут драки. Они... Они хотят жить мирно, но... Вот что. Не вынуждайте их. Не вынуждайте. Есть одна старая поговорка. Русские долго запрягают, но быстро едут. Они не стремятся надеть военную форму. Но если наденут и выйдут на дистанцию, то все будет по-другому. Нам необходимо перекалибровать отношения с этими людьми. Я вчера был на одном мероприятии. Я выступал перед студентами в университете. И мы говорили об американском клубе. Да, даже после всего, что мы сделали, у них есть американский клуб. Они любят американскую культуру, любят американскую литературу, любят говорить об Америке. И та позитивность, с которой они говорят об изучении Америки, я бы упомянул для контраста тот негатив, который присутствует в американских университетах, где изучают Россию. Да, там читают и Толстого, и Достоевского, но все это затуманено Владимиром Путиным и Империей Тьмы, и всей этой бредятиной. У нас очень разные менталитеты, и нам необходимо изменить наш менталитет в отношении русских людей. Мы же можем говорить по-взрослому о политике. Поверь мне, им не нравится то, что делает Джо Байден. Им не нравится то, что делают США. Им не нравится то, что делает Конгресс. Наша политика, санкции. Им не нравится наше правительство. Правительство Соединенных Штатов. Но это не выражается в плохом отношении к американскому народу. Я больше растержен на американцев, нежели русские. И я часто обижен на американцев за их невежество. За невежество в отношении русских. За отсутствие любопытства и желания узнать что-то новое. В России четко разделяют политическую дискуссию, которую они ведут, и у них есть недовольство и эмоции в отношении простых американцев. И здесь только доброта. Они хотят быть друзьями. Друзья, я не устаю поражаться масштабом личности и души Скотта. И очень хочу надеяться, что те, кто вместе с ним идет по этой нелегкой дороге добра, сумеют привести нас всех к чему-то хорошему и светлому. В конце концов, не могут такие усилия пропадать зря. Друзья, если вы еще не подписаны на мой канал, если вам нравится то, что я делаю, я рекомендую вам подписаться, включить уведомления. Рекомендую всем подписываться на мои резервные каналы в Телеграм, ВК и Яндекс.Дзен. Ссылки на эти каналы я всегда публикую в описании к каждому выпуску. Друзья мои, если у вас есть желание и есть возможность оказать посильную финансовую помощь моему каналу, я буду вам очень признателен. Реквизиты карт, ссылки на Бусти, Фантокс и Донейшн Алерс я также размещаю в описании к каждому выпуску. Огромное спасибо каждому из вас, огромное спасибо за помощь, которую вы уже оказали. Не устану повторять, я имею возможность продолжать развивать канал и работать на нем благодаря помощи ваших добрых, крепких, дружеских рук. Огромное вам спасибо, друзья мои. А теперь буквально всем, включая недругов, я желаю быть живыми и здоровыми. И желаю иметь больше поводов для радости. К сожалению, не всем удается возвращаться живыми, но я очень желаю, чтобы вы все были живы, здоровы, все ваши близкие, кто не с вами, все-таки вернулись к вам живыми и здоровыми. До скорой встречи, как всегда, искренне я, ваш Дмитрий Золотарев. Субтитры сделал DimaTorzok